В главном корпусе Краевого клинического госпиталя для ветеранов в этом году начнется ремонт. 100 миллионов рублей уже выделены, кроме того, лечебная база учреждения пополнится новым современным компьютерным томографом. Губернатор Александр Ткачев встретился с пациентами госпиталя и поздравил ветеранов Великой Отечественной с Днем Победы. Подробности в материале Яны Москаленко. Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн. Ежегодно здесь проходит лечение больше 13 тысяч пациентов. Они у нас особенные, говорят врачи, ведь у каждого военное прошлое. Средний возраст больных – 88 лет. В главном корпусе госпиталя в этом году планируют начать ремонт, докладывает главный врач губернатору. Деньги – 100 миллионов рублей уже выделены. 10 лет назад госпиталь был одним из первых лечебных учреждений в регионе, где появился современный четырехсрезовый компьютерный томограф. Свой ресурс техника уже выработала. И врачи, и пациенты с нетерпением ждут новую. В этом году вы выделили 23 миллиона рублей на замену этого компьютерного томографа. Мы можем приобрести 32-срезовый современный компьютерный томограф, который вынесет в комплексе оборудования. Мы сразу будем делать... Раньше этого не было, но уже сейчас требуется более совершенное. Да, да. Все, молодец. В этом году мы поставим. Показывают губернатору и недавнее пополнение медицинской базы госпиталя новейший аппарат для флюорографии. В палаты к ветеранам Александр Ткачев заходит с цветами. Здесь в каждой коллектив сложившийся, боевой. Обороняли Краснодара, освобождали Кавказ, гнали фашистов по Европе. Госпиталь очень хороший. Начиная с анатарок и кончая заведующим это отделение. То есть вот так доволен. Кормят хорошо. Почти через день концерты или кино. То есть, ну ничего не скажешь. Очень хорошо. Только бы здоровье было. Подкрепили здоровье. Анатолий Варламович Елизаров в составе второго украинского дошел до Праги. Имеет медаль за отвагу, орден славы третьей степени. На госпиталь жалоб нет. Да, дома есть проблемы. Смогут ли мне помочь отремонтировать или заменить водопровод 20 метров? Сгнил водопровод. Никогда, никуда, ни зачем не обращался за помощью. Все, все своими руками делал. Хорошо. Мы адрес запишем вас и посмотрим. В соседней палате старший Анатолий Самойлович Теленга. Пять орденов и 18 медалей. Ветерану 94 года. Зашел посмотреть, как вы здесь лечитесь, какие замечания. Весенал Акреев. Очень хорошо к нам относятся. Как родные. Соседям по палате 88 лет. Смеются они еще мальчишки. Федор Чуян рассказал, что 9 мая 45-го встретил тут Берлином. Всю жизнь жалеет. Не успел расписаться на Рейхстаге. А вы где закончили войну? В Чехии. Подзволили. На реке огромное. Там тяжело ранило. Вот там и закончилась моя война. Хорошо. Видите, как у каждого из вас такой путь сложный. И закончили везде. То в Берлине, то в Праге. У всех есть квартиры? Есть везде, где жить? Мне дали. Это суды дали. Миллион 211 тысяч. Добавили 400 купили квартиры. А у вас ездили? У меня? Да, здесь. Спасибо. Квартиру я получил. Ну что, желаю вам здоровья, прежде всего. Главный подарок для вас. Это здоровье, правильно? Спасибо. Ничего себе. Для меня важно, что здесь вам нравится. Врачи хорошие, кормят хорошо. Лекарства есть, так? Да. Настроение у вас бодрое, я смотрю. Тогда что, с праздником? Сколько заветных платочек, а можете по сердцу с тобой. Концерт настоящего симфонического оркестра в госпитале, конечно, бывает нечасто. Это подарок для ветеранов. В зале губернатора ждали. На вопрос Александра Ткачева, довольны ли условием и лечением, прозвучало уверенное боевое «да». Среди ветеранских учреждений медицинских наш госпиталь занял по всей России, занял второе место. То есть это хороший показатель. Потому что именно здесь как раз оценилась и материальная медицинская база, и, конечно, качество лечения, количество выздоровлений в том числе. Мы в этом году еще будем подкупать оборудование обязательно. Будем стараться каждый год создавать условия достойные, для того, чтобы действительно чувствовали себя комфортно. И условия и в палатах, и, как я уже говорил, и оборудование было на уровне. Ну и, конечно, для чего все это делается? Для того, чтобы быстрее становились здоровыми. Александр Ткачев интересуется, из каких районов края ветераны в госпитале. Хабинск, Белореченск, Крымск, Гулькевич и Кропоткин выкрикивают из зала. Даже с Урала. А как вы попали сюда, с Урала? А как вам, если можно, как вам, есть отличие Урала от Кубани? Отличие какое? Мне, Зиболевич, нравится, чем даже у себя дома на Урале. По климату, чудесный климат, очень добрые люди, отзывчивые. Мне это очень нравится. И внимание для нас большое, медицинским работникам. Спасибо. А, пройтись, да, да. Не слышно, да? Да, хорошо. Я же не артист. Хорошо. Я могу, в принципе, что-то испеть. Я, да, да. Сейчас вместе, как сказать, только вы меня подпоете, да? Хорошо. Как дела? Хорошо. Ну так у вас глаза блестят, смотрю так. Настроение хорошее. Петь губернатор не стал, но попросил оркестр и солистов исполнить песню, без которой представить праздник 9 мая. Сегодня нельзя. Это день победы, пороха в бровах. Это праздник с сединою на висках. Яна Маскаленко, Антон Калинченко, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар.